Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твёрдого, непоколебимого духа. Спрашивает меня Андрей, упражнение по набиванию в парах нужно делать на каждой тренировке или вообще не делать набивки? Любой контактный вид – это укрепление тела. Каратэки-пусинкай – это максимальное укрепление конечностей и тела. Естественно, что, как и при любой нагрузке, он должен давать отзыв своему телу, свою конечность, пальцы, колени. И разные части тела укрепляются по-разному. На разные части тела нужно разное время подготовить. Специальные тренажеры и грамотная работа тренинга. Если вы ошибаетесь в набивке, вы испортите себе чувствуете. Если набивка идёт по программе, с хорошим качеством, естественно, вы сможете делать серьёзный вид. Простой пример. Также отличные качества человека. Однажды, будучи курсантом военного института, я поехал на картошку. В СССР это было принято, чтобы люди собирали картошку. Приехали на картошку, сели с ребятами в кружок, в костра. И у нас там был один парень, Татарин. Он взял картошку и одел ее на парень. Я когда начинал готовить на ките, я готовил год только для того, чтобы сильно пить. Потом еще полгода, чтобы ломать плоски. А он уже был к этому готов. Поэтому момент таков. Если вы видите человека, если вы опытный тренера, то кому-то вы посоветуете это делать. Именно вот серьёзный тренера. А для кого-то это просто не нужно. Но то, что в каратэке с пенками нужно готовить, конечно, все сделают. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кокусин.